Приветствую вас. Вы пишите, значит, что просили жену после измены, чтобы остаться вместо. Ну, на самом деле, поступок очень благородный, мужественный. Вот. Но вопрос, конечно, заканчивается в том, зачем вы хотите остаться вместе. То есть вы хотите остаться вместе для чего? Если для себя, то есть вот, ну, потому что, например, любите свою жену и так далее, это один момент. Если для, допустим, тех моментов, которые вы описали, к примеру, ваши дети, допустим, и так далее, то это, конечно, сна такая. Слабая идея, скажем прямо, слабая идея для того, чтобы ее реализовывать. Потому что, ну, если, например, мы с вами предположим, что измена вашей жены случилась, там, ну, по каким-то причинам, да, сейчас не столь важно по каким, хотя это очень важный момент, по сути, через него мы можем прийти к корню ваших проблем, которые вам нельзя решать, то те сложности, которые у вас есть, ну, вот сейчас, на данный момент, те проблемы, которые у вас есть сейчас, на данный момент, и которые, собственно, послужили основанным для измены вашей жены, они никуда не делятся, как бы, да, они факт остались. И, на мой взгляд, очень важно, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы для себя этим разобрали. Какой ваш непосредственный вклад в то, что ваша жена по итогу вам изменит? Что вы сделали за это? Вот. Это очень важно. Ради детей брак сохранять или не самое лучшее, потому что, ну, дети не будут счастливы, там, не знаю, что-то в силу, что-то в какое-то нежелание и так далее. Ну, не будут, не будут счастливы, так мы будем. Вот. Ну, там, такой аспект. Дальше. Дальше. Значит, для чего остаться вместе? Есть волшебная, на мой 15, нет нашего брака, форму 8 метров, один нашего брака. Продумаем 11 лет в месяц. Общение принялась сама. Как избавиться от чувства, что до сих пор она не изменяет. Ну, здесь однозначно сразу не ответишь, потому что ситуация непростая, на самом деле. Крайне простая ситуация, я бы сказал, у вас, потому что, ну, знаете, понятно, что ваша жена обманула вас и вам нужно, вот, как-то ей верить. Верить, наверное, не очень получается, да, теперь, теперь не очень получается, не очень получается ей доверять. Вот. И, соответственно, это, конечно, проблема, проблема достаточно серьезная для вас может быть. Вот. Поэтому, тут, конечно, так вот однозначно сразу ты не скажешь. Ну, я думаю, что в основе лежит ваш страх, вероятно, ваш страх измены, вероятно, ну, страх того, что ваша жена может вам изменить опять. Соответственно, это проблема с самооценкой, это в какой-то степени трудности, трудности, я бы сказал, восприятия вами своей жены, то, как вы ее воспринимаете, да, то, как вы к ней относитесь, а то, как она вам видится, да, в качестве, там, допустим, кого вы видите и так далее. Это вот те моменты, на которые вам, вероятно, нужно обратить свое внимание здесь, потому что, ну, это вот очень важно. Вы боитесь, что ваша жена, она там с кем-то еще ходит, ну, с кем-то еще в отношении, по сути. А вот. А вы боитесь этого, скорее всего, у вас есть какие-то причины. Вот. Ну, в целом, в основном, все не совсем, я бы сказал, корректным таким восприятием вашей жены, там, что это собственничество, это, там, какой-то такой, какая-то такая, может, попытка привязать к себе человек, вот. Ну, ничего хорошего в этом, в принципе, не вы, если будете пытаться ее как-то привязать. Вот. Ну, чувство собственничества само по себе уйдет вряд ли, вот, поэтому с ним, вот, с чувством собственничества я бы рекомендовал настоятельно поработать, я бы рекомендовал его поменять на более такое духовное, на более зрелое восприятие. Вот. Вот. С одной стороны, да? С одной стороны. Такая проблематика есть. С другой стороны, с другой стороны, какая это проблематика? Это проблематика. Ага. Это проблематика. Давайте подумаем, да. Проблематика того, что между вами общего, между вами и вашей женой. Это вот именно стон общего между мной и моей супругой, да, то есть моим любимым человеком, если объединяет вас достаточно мало вещей, вот, если объединяет вас достаточно мало вещей, то нет ничего удивительного, что вы нам боитесь, что она вам изменяет, ну продолжает изменять, если вы не верны в себе, ничего удивительного, что вы также как-то вот боитесь, что она будет вам изменять, если вы не вернете и воспринимаете ее исключительно как женщину, а не как лично, а вот тоже не удивляйтесь, что вы боитесь, но вы будете бояться, что она вам изменит, уважать изменять. Дальше, проработка причин, по которым человек может вам изменять. Проработка, повторюсь, причин. Сейчас, на данный момент, пока проработка отсутствует, что-то по тому, что я вижу, что если опираться на то, что вы пишите, надо было простить, что человеку вы вроде как простили, вот, но пока больше стало. То есть, ну хорошо, прости, простили. Ладно, а дальше? Дальше, пожалуй. Пусть. Нужны какие-то изменения, нужны перемены, нужна корректировка, корректировка вашего отношения и ее удовлетворенность с собой. И так далее. Понимаете? Какая штука. В этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Это дорого. Удачи. Надеюсь, то. Фута . Редрессит. Вод. Надеюсь, то. Рам, это будет. Более. Что-то там, это будет. Продолжение следует...